Привет, друзья! Сегодня я расскажу об индонезийском фильме 2019 года под названием «Новые богатые люди». Тика – студентка университета, и она очень спешит на занятия. Сегодня ей предстоит сдать изготовленный своими руками макет, но автобус переполнен, и, добравшись наконец до места, девушка обнаруживает досадную поломку. Студентки издевательски называют ее поделку «дизайнерской свалкой» и смеются над ней. К тому же девушка из бедной семьи, что тоже служит предметом для шуток. Брат Тики – Дека. Учится в театральной студии и мечтает покорить сцены мира. Его девиз по жизни – «Если реальность кусает тебя, просто укуси в ответ». И друзьям он советует мечтать только о большем, что, впрочем, не решает проблему денег. Младший брат Доди учится в начальной школе, и его окружение тоже часто подсмеивается над его изношенной обувью и одеждой. Тика жалеет его, как младшего, и надеется, что его жизнь сложится счастливо. Мать детей занимается домашними делами и частенько просит дочь о помощи, хотя той гораздо интереснее следить за подругами, отправившимися в Париж, куда Тика даже не мечтает попасть. Семья вообще живет в стесненных обстоятельствах. Доходит до того, что дети вынуждены принимать ванну в одной и той же воде. Хотя после Тики ванная хотя бы пахнет духами. Вечером вся семья собирается за ужином. Дека рассказывает о своих планах на постановку шоу. Правда, для этого нужен инвестор. Он сам, конечно, будет исполнителем. Затеи довольно опасные. Если шоу никто не будет смотреть, оно обанкротится. Отец напевает песню своей юности, и это вызывает смех детей. Они вообще много шутят и потрунивают друг на другом, несмотря на разницу в возрасте. После ужина Тика извиняется перед отцом за шутки о его маленькой зарплате. Но мужчина вовсе не обижен. Он просто боится, что не сумел воспитать своих детей как следует, потому что редко бывает дома. И хотя есть много вещей, которые он не смог получить из-за экономического положения своей семьи, когда он приходит домой, понимает – у него есть все, что нужно для счастья. Утром братья и сестра едут на одном мотоцикле. Но впереди – полицейские. И чтобы не нарушать правила, Тика сходит с транспорта. Полицейские ошарашены. Почему девушка в шлеме? Ведь она идет пешком, да еще по тротуару. На что она отвечает, что очень законопослушна. Иногда, чтобы иметь возможность вкусно поесть, родственники приходят на чужие свадьбы. Но однажды их поймали на этом и с позором выставили за дверь. Мать все чаще донимает вопросами отца о дальнейшей судьбе Доди. Мальчику пора идти в среднюю школу. И если старшие получили более-менее приличное образование, на младшего просто не хватит денег. Несмотря на все ее попытки продавать больше печенья, которые она печет. Отец заверяет ее, что сам решит все вопросы. Тика принимает приглашение участвовать в Олимпиаде по физике. Хотя учится на другом профиле. Но она умна, и это никто не оспаривает. У Доди рвется обувь прямо во время урока. Одноклассники смеются над ним. Мальчик выходит и грустит на лестнице. Но его догоняет его друг и просит прощения за свой смех. И предлагает взять его сменную обувь. Ведь Доди не может идти домой босиком. Дека идет на встречу с инвестором. Но оказывается, что это один из политиков. Кандидатура которого выставлена для участия в выборах. Парень смущен. Такое не одобряется обществом. Но его уговаривают. В конце концов, мужчина скажет только пару фраз во время шоу. Несмотря на финансовые проблемы, семья живет довольно дружно и весело. Пока однажды, после совместного ужина, Тика не приходит к отцу, чтобы, ну как это у них принято, обсудить прошедший день. Девушка принимает мужчину за спящего. И вдруг обнаруживает, что отец тихо и спокойно ушел в иной мир. Дети и мать убиты горем. И горячо оплакивают любимого человека. После похорон семья собирается на совет. Нужно решить, как они будут жить теперь, после потери кормильца. Тика и Дуда выражают желание бросить учебу. Ведь теперь им нужно зарабатывать на самое необходимое. Однако мать возражает. Отец очень хотел, чтобы его дети получили хорошее образование и престижные профессии. Так и не решив ничего, они идут спать. На следующий день в их дом приходят адвокат и его помощник. Они демонстрируют убитой горем семье видео, снятое их отцом незадолго до смерти. И тут выясняется поразительная вещь. Мужчина – наследник одной из самых богатых семей Индонезии. 21 год он жил жизнью простого человека, потому что ценил прежде всего любовь и уважение близких. А еще хотел, чтобы его дети научились отвечать за себя и решать свои проблемы без денег. Но после своего ухода он хочет, чтобы его дети и жена ни в чем не нуждались. И попробовали пожить жизнью по-настоящему богатых людей. Вот только деньги им будут выдавать частями, чтобы они могли пользоваться ими обдуманно. Семья не может в это поверить. Но придя в банк, они действительно получают 500 миллионов рупий. Первым делом семья решила пойти в один из самых модных и дорогих ресторанов. Но беда была в том, что вип-комната в этом заведении была рассчитана на 5 человек. Недолго думая, они приглашают за свой стол обычного торговца льдом, стоящего перед рестораном, и обедают вместе с ним. А после вся компания отправилась в дорогой магазин, чтобы купить себе все, о чем когда-то мечтали, но не могли позволить. На следующий день Доди внезапно оказался в центре внимания школьников, ведь теперь на нем дорогие вещи. Тика начинает встречаться с молодым человеком по имени Баю, и когда у того ломается мотоцикл, она спокойно покупает ему новые за 19 миллионов рупий. Но подъехав к ее дому, парень возвращает подарок. Он привык зарабатывать на себя сам. Семья продолжает тратить нежданное наследство. Они покупают дорогой дом, эксклюзивную мебель и целых три машины, хотя никто из них не умеет водить. Соученицы Тики, ранее издевавшиеся над ней, пытаются наладить с девушкой более близкие отношения. Но она предпочитает новых, более богатых и влиятельных приятелей, что сильно осложняет ее учебу. И даже олимпиада по физике, к которой девушка усердно готовилась, отходит на задний план. Портятся отношения с Баю, потому что парень всерьез обижен из-за ее подарка. У Дуды тоже не все так гладко в его театральном бизнесе. Теперь, когда у него завелись деньги, он позволяет себя обижать бывших друзей актеров, высказывая нелицеприятные замечания. Мать тоже ведет себя неподобающе. Спускает деньги на уличных музыкантов, что часто попадает в новости и социальные сети, и вызывает недоумение и смех окружающих. Доходит до того, что Тика начинает бесконтрольно употреблять спиртное. Пока однажды адвокат не принес очередное видео, в котором отец сказал, что его наследство закончилось. Дудов впадает в панику, ведь для его театрального представления нужно очень много денег. Впервые за последнее время семья начинает задумываться, ведь совсем недавно они умели пользоваться малым, и отсутствие денег не было для них большой проблемой. Богатые друзья Тики как-то незаметно отдалились от нее, а актеры Дуды отказались играть без гонорара. Доди тоже чувствует перемены в семье. Даже ужинать ему приходится теперь одному, потому что все заняты только собой. Однажды на дискотеке Тика слышит разговор подружек. Девушки удивляются, почему она тут. Ведь она умна и может достичь гораздо большего, чем гуляния по клубам. Тика идет домой, по пути набирая номер своей бывшей подруги, и умоляет дать ей еще один шанс, чтобы вернуть все хорошее, что между ними было. Казалось, все входит в свое русло. Тика занялась физикой и приняла участие в Олимпиаде. Мать разделила предметы первой необходимости беднякам, а сын нашел средства для реализации его постановки. Но все пошло не так, как задумывалось. Во время раздачи имущества люди устроили настоящую давку, и многие пострадали в ней. Тику поймали вместе с бывшими друзьями и обвинили в употреблении веществ. А Дуду обвинили в принятии денег от нечестных на руку политиков, в результате чего шоу было испорчено. К счастью, результат теста крови Тики оказался отрицательным. Но на этом испытания семьи не закончились. Однажды вечером адвокат привел к их дому мужчину, который оказался младшим братом их отца, о существовании которого они даже не подозревали. Он пришел, чтобы забрать оставшееся наследство. Семье приходится подчиниться силе закона, но главным уроком становится понимание, что собственность и богатство – это временное явление, а экстравагантный образ жизни вовсе не синоним успеха. Теперь они верят, что деньги и слава не гарантируют человеку счастье. Они опять переезжают в свой старый дом и начинают жить привычной жизнью. Тика и Баю возобновляют отношения и даже решают пожениться. Кажется, все вошло в привычное русло, но внезапно в их доме появляется другой адвокат. И опять показывает видео отца, в котором он признается, что никакого младшего брата у него нет, а тот мужчина – его друг, согласившийся подыграть ему, чтобы показать, насколько неустойчиво может оказаться положение богатого человека. Наследство же никуда не делось, и денег осталось еще очень много, но они не могут обеспечить любовь и уважение, не могут сохранить дружбу и верность, и сделать человека по-настоящему счастливым. Мораль картины не нуждается в повторении. Последние слова отца выразили их вполне ясно и доходчиво. Но почему человеку, чтобы познать истину, нужно обязательно расшибить себе лоб, а казалось бы всем понятные вещи? Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете об этом фильме, и не забывайте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok